здравствуйте драгоценные мир вам мир вашему дому мир всем вашим близким родным рады приветствовать вас на очередном богослужении я верю что господь благословит вас сегодня и очень хочу чтобы мы вначале помолились и попросили божьего благословения на этот вечер на слово божье дорогой господь мы любим тебя мы собраны здесь во имя твое мы ради тебя собираемся каждый раз на служение потому что мы нуждаемся в тебе мы нуждаемся чтобы ты говорил к нам мы нуждаемся чтобы ты касался нас ты видишь все наши нужды все наши проблемы и ты говоришь в слове что ты печешься о нас и знаешь все наши нужды прежде наших прошений и мы приносим их тебе и оставляем их пред твоим престолом потому что мы хотим тебя слышать мы хотим приблизиться к тебе мы хотим чтобы Ты говорил к нашим сердцам, чтобы Ты касался нашей души, исцелял сердца, исцелял тела. Господь, мы так нуждаемся в Тебе. Мы ничего не можем без Тебя, мы ничего не хотим без Тебя. Мы жаждем, чтобы Ты был прославлен, Ты был возвеличен, и Ты был превознесен сегодня, в этот вечер, во имя Иисуса Христа. И каждый верующий доскажет Аминь. И самое, наверное, долгожданное время у людей, это время отдыха. Кто из нас не любит отдыхать, не хочет отдыхать, и не стремится к какому-то отдыху, особенно выходные, праздничные дни, это, наверное, самое интересное, с одной стороны, самое ожидаемое время в жизни каждого человека или семьи, время отпуска, отдыха. Ну вот, незадача отдыхать часто у нас как будто бы не получается. Или даже если мы отдыхаем, но только закончили отдых, и сразу же то нервы, то какие-то переживания. Даже если мы, бывает, уезжаем далеко, наши мысли продолжают переживать, нервничать, думать о близких, о каких-то проблемах. Даже в современном мире появилось такое выражение «проблема досуга». То есть досуг, отдых и вроде проблема. Опять-таки, современные исследования показывают, что именно во время отдыха больше всего каких-то травм, нервов, переживаний, каких-то происшествий. И что сейчас даже со всех сторон придумывают, чтобы только как-то занять это время, чтобы люди как-то учились отдыхать, чтобы спланировать отдых. Самое большое количество происшествий происходит обычно в выходные, в праздничные дни. «Почему опять так много наркотиков, выпивки, еще чего-то?» То есть люди вроде бы хотят отдохнуть. То есть чего люди хотят, когда они ищут каких-то удовольствий? Ведь если мы вдумаемся, каждый человек хочет отдохнуть, он хочет войти в какое-то такое состояние покоя или мира, любви. В общем-то, каждый из нас, он этого ищет, и не только верующий, но и неверующий. Почему так много разных и выпивок, и чего угодно, чтобы только человек мог успокоиться, и люди пробуют все на свете. Но судя по тому, что мир становится все более нервным, врачи говорят, что мы живем вообще в невротическом мире, что невротизм — это стало вообще обычное состояние любого человека, то есть все переживают, все нервничают, все злятся, раздражаются, выходят из себя. И мы видим, что результат не очень хороший. Хотя вроде бы нам все дозволено, делайте, что хотите. Пожалуйста, как хотите, так и отдыхайте. Сколько человек, сто ко мнений. Кто-то отдыхает активно, но даже когда люди ведут активный образ жизни, то, в общем-то, они не столько отдыхают, сколько меняют род деятельности. И даже сейчас говорят, что смена деятельности — это тоже отдых. Но на самом деле отдых ли это? Давайте попробуем разобраться. Отдыхаю ли я? Отдыхает ли мое тело? Отдыхает ли моя душа? Происходит ли то, ради чего мы сделали отдых? Вот зачем нам отдых? Вот зачем? Ну, не просто, чтобы отдыхать. Ведь отдых нам дан и сделан для того, чтобы мы обрели какой-то покой, обрели мир, то, что ищут каждый человек на земле. Блес Паскаль сказал, что в каждом человеке есть пустота, восполнить которую может только Бог. В каждом человеке есть пустота. Каждый человек ищет вот этого мира, покоя, говоря верующим языком или языком Библии. Каждый человек ищет Царство Божье. Он ищет рая на земле. Он ищет покоя. И вот вопрос, а где его найти? И этот вопрос, конечно же, в первую очередь я адресую к себе и к верующим. Потому что верующие, как показывает обычный взгляд, не так далеко ушли от этого мира. Они также нервничают. Они также не могут избавиться от каких-то мыслей своих назойливых. Они также попадают в психиатрические больницы. Они также переживают. не могут справиться с эмоциями. И получается, где тот мир, который Иисус даровал каждому дитю Божьему? Ведь Он сказал в Слове Своем, «Я даю вам мир. Мой мир я дам вам. Мир, который превыше всякого разумения будет соблюдать ваши сердца во Христе Иисусе». И много есть обетований, о которых говорит Господь, «В мире будете иметь скорби, но вам не Бог, говорит, вы будете иметь мир. Вы будете иметь покой душам вашим». Он говорит, «Вы найдете покой душам вашим». Находим ли мы его? Давайте вместе попробуем посмотреть. С другой стороны, даже если мы вспомним Евангелие, Иисус говорит, когда вы придете куда-то, говорите, «Мир дому сему». Это значит будет, что если там будут сыны мира, то ваш мир как будто бы перейдет туда и там останется. Помните? В благословении Ветхом Завете говорится, «Так благословляй народ». Господь дарует мир. В последнем фразе написано. Где же этот мир? Где же этот покой, который может соблюсти наши сердца? И вот странная ситуация, когда мы призываем и говорим, «Давайте поедем на молитвенный выезд. Давайте вместе соберемся. Давайте будем молиться». Большинство людей отвечают, «Мне некогда. Я тороплюсь. Нет времени. В онлайне я потом собрание посмотрю. Мне некогда остановиться. Какой остановиться? У меня дела, заботы, суета века сего. Даже когда люди попадают на природу, это и то очень тяжело, чтобы человек остановился. Он продолжает думать о том, что было. Он продолжает переживать за тех, кого он оставил в городе. И даже остановка, она не сразу приходит. Священное собрание – это, наверное, единственный оазис, который остался у нас. Но даже придя на собрание, многие люди так и не могут остановиться, не могут войти в этот Божий покой, который создается служителями. В старом анекдоте в одном было сказано, что человек пилил свое дерево тупой пилой. И в связи с этим один мудрец, он сказал, мы пилим свою жизнь тупой пилой наших привычек, наших стереотипов. Этому человеку в анекдоте говорят, так заточи пилу. Он говорит, мне некогда, мне надо пилить. Моя жизнь стремительно летит вперед. Мне когда остановиться? Если мы посмотрим просто на этот мир, то мы увидим, в свою очередь, что весь этот мир, он цикличен. У нас есть год, у нас есть месяц, у нас есть неделя, то есть у нас есть день и ночь. И, в общем-то, своему телу, хочешь не хочешь, мы даем отдохнуть. И мы даже знаем о том, что если ты не будешь давать отдыхать своему телу, то больница поможет отдохнуть твоему телу. Мы знаем, что когда мы очень много работаем, перерабатываем, потом организм, он попросит свое, он скажет, а теперь давай отдыхать, давай-ка верни мне все то, что ты у меня забрал. Даже земля, написана в Священном Писании, должна была отдыхать. И у нас в Советском Союзе, я помню, были поля под пар, то есть поля, которые отдыхали целый год, и в них ничего не засеивали. Им давали возможность регенерироваться, восстановиться. Отдых — это не смена деятельности. И если говорить честно, то результаты, к которым пришло современное общество, свободное общество, которое делает как хочет, отдыхает как хочет, они достаточно плачевны, эти результаты. И вот, обращаясь к Священному Писанию, давайте посмотрим самое начало. Бытие, 2 глава, 2 стих. Ведь, в общем-то, Бог создал этот мир, и Он создал нас. И кто, как не Он, лучше знает инструкцию имеет для нашего пользования самим собой, для использования человека, кто, как не Господь, знает и уже все предусмотрел относительно нас, нашего тела, нашей души, нашего духа. И давайте посмотрим Священное Писание, на которое ссылаются все, кто хоть где-то, хоть когда-то говорил о субботе или о покое, или о выходном. Скажу только в начале, что в Евреям, 4 главе, в 9 стихе, забегая в самый конец своей проповеди, написано, во всяком случае, покой в субботу для народа Божьего остается. И это сказал апостол верующим людям. О каком покое идет речь? О чем ты говоришь, Павел? Давайте попробуем разобраться. Бытие, 2 глава, 2 стих. Самое начало всех начал. В седьмой день Бог завершил работу свою. В седьмой день, окончив свой труд, он пребывал в покое. Дословно там написано он доставил покой. И в третьем стихе написано, Бог благословил седьмой день и сделал его священным, ибо в этот день, окончив труд творения, он пребывал в покое или доставил себе покой или создавал покой. То есть, и прежде всего, конечно, чтобы вообще рассуждать на эту тему, надо понять, о чем слова нам говорят. Давайте придадим значение словам, потому что мы так привыкли, особенно верующие, у нас столько слов святой, праведный, благословил, но мы зачастую даже не вкладываем тот смысл, который есть в этих словах. Итак, давайте придадим значение словам. Слово покой, то, что у нас переведено как отдых, вообще дословно переводится доставить покой. Хочу обратить внимание, это глагол, то есть, это действие, это то, что делал Господь. Переводы этого слова успокаивать, доставлять покой, останавливать, прекращать, покоиться, отдыхать, почивать, пустовать. В других переводах написано почил Господь. И вот здесь мне даже кажется, что вот старорусский язык, он ближе к истине. Что значит почил? Почил, это когда человек умер, когда он перешел, в русском языке, это было, когда человек умер, то есть, он из этого мира перешел в другой мир, он почил, то есть, он оставил здесь все, он остановил здесь все, он оставил жизнь и почил, то есть, как будто бы он перешел в другое измерение, он перешел в другой мир, И это, наверное, один из самых таких близких смыслов. Почил – это перешел в другое состояние. И еще значение этих же слов – прекращать, останавливаться, покоиться, покой, праздновать, быть уничтоженным, прекращать, исчезать. То есть покой – это исчезнуть чему-то надо. Останавливать, положить конец, убирать, удалять и даже уничтожать что-то должно быть остановлено. И мы читаем, что сам Творец при создании мира остановил шесть дней Творения. И что же он делал, вопрос, в седьмой день? Ведь он Творец. Маленькая справка. Для слова «отдыхать» в словах в Библии используется совсем другой глагол, в корне которого лежит слово «лежать». А вот в слове «покой» используется слово «сидеть», которое всегда рассматривается как учиться, что-то делать. То есть когда мы сидим, мы с одной стороны сидим, но с другой стороны мы что-то производим, мы что-то делаем. Псалом, 120-й, 4-й стих. Мы, читая дальше Священное Писание, читаем. «Не дремлет и не спит, хранящий Израиля». Исайя, 40-я глава, 28-й стих. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, в другом переводе написано «не отдыхает» и не изнемогает, разум его неисследим. «Он дает угнетенному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются юноши и ослабевают, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». И, дорогие, у меня всегда тоже был парадокс внутри меня. В смысле Господь отдыхал? «Мой Бог, Бог, о Котором говорит Священное Писание, не утомляется. Он Бог. Он не нуждается в отдыхе. Он... А что ж Он тогда делал в седьмой день? Отчего Он отдыхал? Или как Он отдыхал? Что за отдых такой? Непонятный получается, хотя вроде самому Богу отдых не нужен, как мы читаем выше». «И вот парадокс. Что ж там было в этот седьмой день?» Немножко еще из Писания. За субботу, честно говоря, сразу очень много споров. Как только ты с кем-то начинаешь говорить, люди говорят, «А, это Ветхий Завет, да, это...» «Но мне кажется, в Ветхом Завете был тот же самый Бог. Он не изменился. Он не изменяется. Он вечный. И вот, читая Священное Писание дальше, мы видим, что Бог очень строго спрашивал с израильского народа за субботу. Что мы еще видим? Что суббота — это первое, чему Бог повелел Моисея научить израильский народ, когда они вышли из земли египетской. Это первое, что сказал Бог сделать Моисею. Он сказал, «Научи мой народ субботе. Научи мой народ именно субботе». Почему? Если мы внимательно смотрим, субботе отдается такое огромное предпочтение и такое важное предпочтение. И вот давайте опять обратимся к Священному Писанию, ведь наш Бог не изменился. Его отношение к субботе не изменилось. Может быть, это мы что-то не понимаем. И я очень хочу, чтобы Бог открывал нам, что такое суббота, при том, что субботство, как мы читали выше, для народа Божьего остается, сказал апостол. Что же нам остается и как же нам быть? Читаем Исход, 31 глава, 16 стих. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботы в роды свои, как завет вечный». Второзаконие 5, 12. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедовал тебе Господь Бог твой, завет вечный». Исход, 20, 10. «А день субботний, седьмой, суббота, Господу, Богу твоему». Исход, 31, 15. «Шесть дней пусть делают дела, в седьмой суббота покое, посвященное Господу». Исход, 28 стих. «Помни день субботний, чтобы светить его». Исход, 16, 23. «И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня». Левит, 23, 3. «Есть шесть дней, когда можно заниматься делами, но седьмой день – это суббота полного покоя, день священного собрания. Этот день нельзя заниматься делами, где бы вы ни жили, это суббота Господу». И вот, проглядывая все места про покой, а хочу вам обратить внимание, что покой и суббота – это одно и то же. Шаббат, суббота, покой. То есть, когда мы говорим «суббота», мы подразумеваем покой. Мы только что говорили о значении слов. «Покой», останавливать, покоиться, что-то остановить, что-то делать. То есть, покой. Когда мы говорим про субботу, мы говорим о покое. И что мы видим из всех этих мест Писания? Первое. Суббота кому принадлежит? «Мне» – нет. «Израильскому народу» – нет. Она принадлежит Господу. Бог говорит «Моя суббота» – субботы Господни. То есть, Он предъявляет израильскому народу свои субботы, свой покой. Он говорит «Вы мой покой не соблюдаете». Он очень много говорит о том, что суббота принадлежит Господу, посвященная Господу, мы только что читали. «Святая», то есть, слово «святой», «освящать», напомню вам, определяется как «отделять от обычных вещей и предназначать для Господа». То есть, отделение, святость, освящать – это отделять святое от несвятого, чистое от нечистого, говорится в другом месте Писания. Что такое еще святость? «Святить», почитать что-либо святым, то есть, божественным, посвящать, отдавать или предназначать для Бога, то есть, в Его святое употребление. «Почитать святым» – это очищать, омывать. То есть, мы понимаем, что когда Бог говорит «светите субботу мою», это значит «отделите ее для меня». Когда Он говорит «ты святой», значит «ты отделен для Бога». Очень важно, мне кажется, понимать суть слов, которые вкладывает Господь, и это проливает свет на то, что Бог все-таки хочет, и что в Его сердце. И я сделаю сейчас небольшое отступление. Сам Бог нуждается в покое? Нет, Он доставил себе покой. Для кого же Господь сделал все эти заповеди, весь ветхий завет про образы для нас, весь новый завет? Для кого Он все это сделал? Вопрос. Конечно же, для нас. Конечно же, для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы были полноценны, для того, чтобы мы могли радоваться и в конечном итоге прийти к Богу и быть с Ним, и наслаждаться жизнью. И вера, она прежде всего понимает, что Бог обо мне заботится. Он благой, добрый и милостивый. Если Он что-то говорит, даже чего я не понимаю, но Он хочет мне добра, Он собирается мне помочь избавиться от нервов, от переживаний, от проблем. Если мы читаем дальше, еще интереснее. Когда мы переходим к пророкам, я даже не стал выписывать места Писания, потому что каждый пророк, когда он говорит слова Божьи к народу Божьему, он говорит, «Мои субботы, мои субботы вы нарушили, мои субботы». Там везде стоит эпитет «Мои». Везде Бог через пророков, Он просто предъявляет претензию израильскому народу. Он говорит, «Вы мои субботы нарушили, вы мою субботу осквернили, вы мою субботу, мой покой, вы испортили, вы изгадили, или еще что-то сделали, или не почитали, или не отделяли. Мою субботу, мой покой». Когда мы говорим «суббота», я еще раз хочу вам напомнить, мы говорим о покое, о том, что Бог создал в седьмой день. Что-то особенное Бог создал в седьмой день. И Он говорит, «Этот мой особенный, освященный день». Помните, мы читали в бытие, Бог создал в седьмой день, осветил его, отделил его от шести дней творения. Отделил, осветил, благословил и сказал, «Это мой покой, я доставил его себе и хочу доставить вам». И поэтому, мне кажется, Бог так ревностно говорит о чем-то святом, о чем мы пренебрегаем, что мы не почитаем и на что мы часто не уделяем должного внимания. А Бог наш ревнитель. До ревности любит дух, живущего в нас. И поэтому, мне кажется, Бог, несмотря ни на что, Он продолжает стучаться в наши сердца. Он продолжает говорить. Он, забывая все обиды и все, что мы Ему нанесли, и все, как мы поступали, Он продолжает стучаться и говорить, «Я покой, я мир, я хочу помочь тебе. Я знаю, как тебе помочь, единственный. Доверься мне, доверься Слову Моему. Открой свое сердце, начни отделять все повседневное, хоть немножко остановись, чтобы что-то услышать, что-то принять». Исаия в 58 главе в 13 стихе говорит, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы покоя, от исполнения прихоти твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чествуемым и почитаемым ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Это крик души нашего Творца и Господа Иисуса Христа. «Теперь понятно, почему Он выгонял из храма миновщиков. Ревность по Дому Божьему снедала Его». Он говорит, «Да ревности! Я люблю этот Дух, Дом Божий, Дом молитвы». «Бог любит людей». Если мы перейдем в Новый Завет, то мы увидим, что в Марка во второй главе, в 27 стихе и в 28 сам Иисус говорит. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы». Обычно эти места Писания используют для того, чтобы отмахнуться от субботы. Но давайте вдумаемся. Здесь написано, что суббота не нужна? Здесь написано, что суббота для человека. Она нужна для человека. И не важно, что кто-то ее религиозно понимает, и не важно, что кто-то сделал из нее религию из этой субботы. От этого та суббота, которую создал Господь, не перестала быть покоем, миром, царством Божьим. 28 стих, в этом же Евангелии от Марка. «Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Разве здесь говорится, что суббота не нужна? Наоборот, я вижу, что здесь говорится то же самое, что говорили пророки, что суббота принадлежит кому? Иисусу, Господу нашему. Что это святой день, этот покой, это мир, это царство Божье, о котором Иисус в Новом Завете говорит, «Близко к тебе, царство Твое, царство Божье». О нем Иисус говорит, что оно близко к нам. Физическими запретами, которых все боятся и которые всех пугают, физическими запретами создается душевное спокойствие для духовного поиска. И это мы все понимаем, когда у нас растут дети. Мы понимаем, что если ребенка не ограничить физическими запретами, он не сможет быть полноценно нормальным вырасти. Анархия для ребенка, вседозволенность для ребенка – это убийство ребенка, потому что ребенок не способен справиться с вседозволенностью, а мы, к сожалению, такие же дети. Судя по тому, как мы отдыхаем и к чему наш отдых приводит, мы такие же дети. Во вседозволенности мы делаем все, что хотим и получаем то, что получаем. Еще несколько высказываний мудрецов. Это не мы соблюдаем субботу или храним субботу. Это суббота, покой хранит наши сердца. Мы уже читали это местописание. Именно покой Божий, мир Божий, он хранит наши сердца и наши помышления даже от суеты, от переживаний. Мир Божий, который превыше всякого ума, он хранит нас, он хранит семьи, он хранит общество от разложения и от катастроф, от нервных срывов и всего прочего. Когда-то, конечно, суббота давала возможность выйти из рабства. И так появился выходной день. Но если мы внимательно посмотрим, вроде сейчас я не в рабстве физическом. Но если мы будем честны, мы все в рабстве. у наших электроприборов, у телевизоров, у интернетов. Мы в контакте со всеми, кроме самого себя. И если об отдыхе для тела мы как-то более-менее понимаем и понимаем, что нам нужен отдых, то нашей душе тоже должен быть отдых как-то доставлен. Наша душа тоже должна отдохнуть. Но как обычно мы отдыхаем? Либо в интернете, либо в телевизоре. Но самые лучшие из нас говорят, что мы фильм какой-то хороший смотрим. Но, дорогие, фильм только грузит душу. он не дает душе отдыха. Он загружает ее новыми переживаниями, картинами, размышлениями. А должен быть момент, когда твоя душа должна остановиться и пустовать для того, чтобы Господь мог что-то сделать в твоей жизни. и так развлечения они только грузят нашу душу. И знаете, почему мы сами себя вгоняем в рабство? Все просто. Ничего сложного здесь нет. Потому что мы боимся остаться один на один с собой. с той пустотой, которая внутри нас, которая нас так пугает. Мы даже музыку не можем выключить, радио не можем выключить. Потому что пустота нас пугает. Да, если внутри пусто, страшно с этой пустотой остаться. Но для этого Бог и создавал покой, пустотой, что-то было больше, чем пустота внутри нас. Даже религиозная деятельность, она тоже зачастую создает просто смену деятельности. А ведь цель у любой религиозной деятельности подвести человека к моменту остановки, к моменту, где он говорит Бог, я хочу слышать тебя, я хочу увидеть тебя, я хочу понять, что ты делаешь, для чего ты делаешь, куда ты меня ведешь и зачем. Суббота, покой так необходим в наших отношениях с нашими близкими. сейчас все в своих электроприборах. И это никак не помогает соединиться с семьям. Это никак не помогает наладить контакт между взрослыми и детьми. Потому что даже поговорить бывает не о чем. Кроме как обсудить проблемы, обсудить произошедшее, о чем-то духовном. все наши проблемы, все, что происходит в нашей жизни, оно пытается подтолкнуть нас к тому, чтобы мы остановились. А мы, когда у нас возникают проблемы, что мы делаем? Мы ищем новые способы решения проблемы, мы ищем новые методы, мы ищем новые теории, мы ищем, набиваем, набиваем себя новыми знаниями, но это не помогает. И вот здесь очень простой пример, одни мудрецы, они поделились одним простым примером, и мне кажется, он правильный. Что мы делаем, когда наша посуда становится мы моем ее? Мы не наслаиваем грязь на грязь? Мы пытаемся вымыть ее, мы пытаемся снять все, что сверху наслоилось. И вот о чем идет речь. Если у меня проблемы, это значит, что уже много чего наслоилось на мою душу? И Бог хочет вымыть мою душу, Он хочет освободить ее, Он хочет ее очистить, Он хочет омыть ее. Мы же читаем в Новом Завете баней водной омыть, смыть грязь. Что делает баня? Она смывает грязь. Грязь чего? Грязь моих умозаключений, грязь мнений, грязь теорий, разных теорий. Сама теория как инструмент, она не поможет тебе в решении твоей проблемы. Очень важно, чтобы был тот, кто правильно пользуется этим инструментом. Понимаете, о чем речь? А мы больше внимания уделяем инструментам. Я не говорю, что теории плохи. Я говорю о том, что важна суть, важно, кто пользуется, важно, есть ли тот, кто видит, как решить эту проблему. И Господь пытается нам указать на это. Он говорит в числах 6 главе 26 стихе «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Бог хочет дать нам мир. В Римлянам 14 глава 17 стих говорится «Ибо царство Божье не пища, не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Слово «мир» здесь используется слово «покой». Один из переводов «мир» в смысле покоя. Покой это возможность встретиться с самим Творцом. Когда мы говорили о молитвенном выезде, у меня, честно сказать, нет других слов, как сказать «Дорогие, сам Творец зовет вас к себе в гости». Он говорит «Я хочу с вами встретиться, но только на своей территории, на территории мира и покоя». Бог не будет говорить в твой переполненный грязный источник. Бог не наливает вина в мехи старые, грязные. Бог говорит «Освободи мне место, и тогда я туда налью». Покой — это возможность встретиться с Творцом, войти в Царство Божье. Это синонимы покой, мир, Царство Божье. Это все синонимы. Ради этого, вот ради этого, ради Творца, ради встречи с любимым я готов помолчать. Я готов куда-нибудь уехать. И в этом суть молитвы, суть поста. Сделать какие-то физические ограничения, чтобы только дать Богу возможность сказать мне слово, исцелить меня, остановить меня, что-то благословить меня же. Дорогие, и вот заключительная одна из заключительных книг, заключительная книга посланий апостола, книга к евреям, четвертая глава, с первого стиха, апостол обращается к верующим евреям. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавши. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его Божьи были совершены еще в начале мира. То, о чем мы говорили, Бог совершил все в начале мира. На седьмой день творения он создал покой, в который он пытался ввести Божий народ. Читаем дальше, четвертый стих, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь, цитата, не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне. Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Мы читаем в Новом Завете, Иисус говорит, ныне день спасения, сейчас, ныне, близко к тебе слово, близко к тебе покой, царство Божье, близко к тебе, он говорит, в сердце твоем, в устах твоих. Определяется некоторый день ныне, который через Давида говорится, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Восьмой стих, посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, объясняет апостол, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Сам апостол словами Божьими говорит «Дорогие, есть еще время, сейчас, да, народ Божий не вошел в покой, именно поэтому сейчас остался определенный день, сейчас время благоприятное, сейчас день спасения, сейчас время входить в покой Божий, в котором так нуждаемся и мы, и наши семьи, и наши дети, и наши родные, и неверующие, которые с ума сходят в этом мире, в поиске покоя, в поиске мира, в поиске счастья. Как бы не получилось, что мы, как фарисеи, сами не вошли и других не пустили, а ведь Иисус говорит, если ваша праведность не превзойдет в праведности фарисеев и книжников, он говорит, сейчас день спасения, сейчас есть это время войти в покой Божий. Итак, вопрос, что же Бог сделал там в седьмой день творения? Дорогие, Бог творец, Он не может не творить, написано, Он творит каждый день все новое, Он не лежал на печи в седьмой день и не отдыхал в нашем понимании этого слова, Он творил, но творил нечто особенное, Он творил покой, шесть дней недели, Он творил физический мир, Он творил все, Он сотворил человека, сотворил всю вселенную, но Он говорит, это восхитительно и это замечательно, но без седьмого дня, без благословения, без духовной сферы, без духовного царства, без царства мира, без рая, это все не будет иметь никакого смысла, и Он сказал, я останавливаю вот это, чтобы сотворить нечто особенное, что не похоже на весь этот мир, нечто особенное, Бог создал, по сути, рай, Он создал царство Божье, Он создал покой в седьмой день, Он создал это, Он вошел в это, Он покоился, то есть Он царствовал, и Он нам завещал, Он говорил, дорогие, я знаю, что вам придется работать это хорошо, и я благословлю вашу работу, но хотя бы один день я предлагаю вам побыть царями, хотя бы один день в неделю я предлагаю вам побыть духовными, войти в духовное царство, войти в царство мира, да называйте его как хотите, войти в Дух Святой, помышления духовные, есть суть жизнь и мир, Бог зовет нас, Он создал свое царство и создал его для нас, Он для нас все это создал, Он так любит нас, Он ждет нас, А вот о том, как туда войти, как же входить в этот покой, что там делать, что не делать, мы поговорим в следующий раз, потому что не хочется в 5 секунд что-то вкладывать, если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете писать, можете выражать свою точку зрения, свое мнение, да благословит вас Господь. И сейчас вы можете посмотреть ролик о способах пожертвования, о том, как вы можете послужить для Божьего Царства. Да благословит вас Господь. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования, возможно, всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова